Ефесянам 4 глава Давайте начнем читать с 8 стиха. Готовы? Читаем. «Посему и сказано, Восшед на высоту, Пленил плен и дал дары человекам. А восшел, что означает, Как не то, что он не сходил Прежде в преисподние места земли? Нисшедший он же есть и вошедший Превыше всех небес, Дабы наполнился». Он поставил одних апостолами, Других пророками, Иных евангелистами, Иных пастырями и учителями К совершению святых на дело служения Для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры И познания Сына Божия, В мужа совершенного, В меру полного возраста Христова. «Дабы мы не были более младенцами, Колеблющимися и увлекающимися Всяким ветром учения, По лукавству человеков, По хитрому искусству обольщения, Но истинно любовью Все возрастали в Того, Который есть глава Христос, Из которого все тело, Составляемое и совокупляемое, Посредством всяких Взаимно скрепляющих связей, При действии В свою меру каждого члена, Получает приращение Для созидания самого себя В любви. Один из первых принципов, Которые мы здесь видим, Это то, что Бог дал дары людям, И Он указывает, Какие конкретно дары Он дал людям. В 11 стихе Он говорит, Что Он поставил одних апостолами, Других пророками, Иных евангелистами, Иных пастырями и учителями. Это пять даров служения. Помните, что дар Это то, что вы не заработали. Дар предлагается вам, И вам нужно лишь принять его. Вы должны принять меня своим пастором. Я не могу заставить. Вы понимаете? Вы должны принять меня. Я не могу быть здесь диктатором И требовать, Чтобы вы признали меня своим пастором. Вы либо принимаете меня своим пастором, Либо мы расходимся по домам. Дар — это то, что мы получаем, А не зарабатываем и не покупаем. В 12 стихе мы видим причину, По которой Он предложил вам эти дары. 12 стих. «Бог дал эти дары служения К совершению святых, Или, как написано в другом переводе, Для снаряжения святых, Или в другом — для взросления святых». Совершенно очевидно, Что автор этих строк признавал, Что верующим нужно совершенствоваться, Им нужно расти. И Он говорит, «Я дал вам пять даров служения, Чтобы они помогли вам вырасти». Скажите сидящему рядом, «Вам пора повзрослеть». Эти дары предназначены для того, Чтобы помочь нам повзрослеть. Обратите внимание, Здесь написано, Что эти дары даны к совершению святых. В оригинале используется слово «стать» — «зрелым» Или «стать взрослым». То есть эти дары даны, Чтобы помочь нам стать духовно зрелыми людьми. Дары даны, чтобы помочь нам повзрослеть. Библия говорит, что мы должны жаждать молока Божьего, Дабы нам вырасти. То есть без молока нам не вырасти. У вас может быть пастор, Но если этот пастор не поет вас молоком Божьего слова, Вы не сможете вырасти, И это будет очевидно, Судя по тем качествам характера, Которые вы по-прежнему будете проявлять. Здесь написано, «Я даю вам дары, которые помогут вам вырасти И выполнять дело служения». Он дал вам дары для того, Чтобы вы могли вырасти и нести служение. А дело служения — Это созидание тела Христова, Дабы мы не были более младенцами, Колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. «По лукавству человеком, По хитрому искусству обольщения, Но истинной любовью все возрастали в того, Который есть глава Христос». Павел говорит, что мы растем не только физически. Речь идет о том, что мы должны расти и духовно. Он говорит о том, Что мы должны стать Духовно зрелыми людьми. Стать зрелыми людьми с духовной точки зрения. В 14 стихе он говорит о духовных младенцах. Он говорит, что приходит время, Когда духовные дети должны повзрослеть. И есть определенные свойства характера, Присущие человеку на этапе детства. Первое. Первое качество, которое вы можете заметить в тех людях, Что находятся на духовной стадии детства, Это непостоянство. Неустойчивость. По мере вашего духовного взросления Вы становитесь более постоянными В отношении Божьих принципов. А непостоянство свидетельствует о том, Что вы все еще находитесь на стадии детства. Вполне естественно, что духовные дети Непостоянные. И естественно, что они ненадежны. Они легко поддаются влиянию со стороны. Эти качества, свойственные детям, Если говорить о возрасте, И детям, если иметь в виду духовный возраст. Позвольте мне привести небольшой пример Такого непостоянства. Я не раз встречался с подобными примерами. Ко мне много раз приходили разные люди и говорили, «Брат Доллар, я хочу, чтобы вы знали, Что я с вами на сто процентов. И я поддерживаю вас». Но потом я узнавал, что их поступки Свидетельствовали о противоположном. И мы должны понимать, И я тоже стал это понимать, Что люди могут говорить одно, А делать совсем иное. Нужно говорить людям о том, Что их отношение должно проявляться Не только в словах, но и в делах. Я знаю таких верующих. Это 3-4 человека, Которые все еще непостоянны. А об остальных я давно ничего не слышал. Им необходимо взрослеть И избавляться от подобного непостоянства. Я помню, как проявлялось непостоянство, Когда я был ребенком. Мой отец поручал мне что-то сделать, Например, подстричь газон. Но когда ко мне приходили друзья, Я бросал газонокосилку, Сделав лишь один проход И бежал играть с друзьями. Но мне нужно было Изменить свое отношение, Вырасти. И отец помог мне сделать это. Я хорошо помню этот принцип. То же самое можно сказать И о духовных детях. Они также непостоянны. На них также нельзя положиться. Они непостоянны. И если вы видите эти качества В своей жизни, Вам нужно работать над собой И избавиться от этих детских качеств. Возможно, Несмотря на то, Что вы уже давно знаете Господа, Вы все еще непостоянны. Я говорил вам о том, Что провел некоторое время С Орелом Робертсом. Когда я пришел к нему, Он посмотрел на меня. Мы готовились сесть За обеденный стол. Он сказал, Ты бы хотел услышать, Что Господь сказал мне о тебе? Я сказал, Да, конечно. Господь велел мне сказать тебе, Что ты постоянен, И тебе нужно оставаться таким же, И не поддаваться давлению Других людей, Не менять проповеди В угоду другим людям, Потому что Богу, Так говорил Господь через Орелло, Трудно действовать через людей Из-за того, Что они не могут Достаточно долго оставаться, Словом, Они непостоянны. Бог хочет, Чтобы они говорили Одно и то же слово На протяжении пяти лет, А они говорят Нечто новое Каждую неделю. Я посмотрел на него И сказал, Можете называть меня Устойчивый Крефлодоллар. Я принял решение, Что всегда буду Стабильным проповедником. Я помню, Было время, Когда я проповедовал О Божьем помазании. Я проповедовал Об этом на протяжении Трех с половиной лет, Где бы я не проповедовал, Где я бы не выступал. Очень важно, Чтобы Бог мог сказать, Я нашел надежного человека, Для которого важнее Произвести хорошее впечатление На меня, Чем впечатление окружающих. Стать взрослым человеком Значит стать устойчивым человеком, Внимание которого Сосредоточено на том, К чему призвал его Господь, Внимание которого Сосредоточено на том, Чтобы сделать то, Чего ожидает Бог от него. Пусть все вокруг меняется, Но вы оставайтесь там, Где должны быть. Таким образом, Вы становитесь надежным человеком, В котором Бог может быть уверен, И тогда Он сможет действовать через вас. Но до этого нужно дорасти. Вы должны понимать, Что пока вы не постоянны И не надежны, Вы еще остаетесь ребенком, И вам все еще нужно расти. Аминь. Вторая особенность периода детства С физической и с духовной точек зрения Это любопытство. Это любопытство. Любопытство. Это характерная особенность ребенка. Ребенку все любопытно. Я никогда не забуду коробку для печенья, Которая была у моей мамы. Мисс Пью делала эти коробки для печенья И другую посуду. Она подарила моей маме коробку для печенья, В которой, естественно, И хранила печенье моя мама. Она мне говорила, Не лазь в коробку для печенья. Лучше бы она мне об этом не говорила. Потому что из-за того, Что она сказала, Мне было интересно, что там. И меня застали. Я извинялся, Но не сожалел о содеянном, А придумал другой способ Добраться до этой коробки. Обычное любопытство. Тоже любопытство заставляло меня Открывать ящик, Который мой отец запрещал мне открывать. Как только отец выходил из дома, Любопытство. Если вы скажете ребенку, Не открывай шкаф, Он откроет его, Как только у него будет возможность. Так же и с духовными детьми. Они всегда суют свой нос В чужие дела. Так же и с духовными детьми. Они всегда суют свой нос В чужие дела. А Библия четко говорит, Что нельзя лезть в чужие дела. Аминь? Нужно научиться заниматься своим делом. Но духовный ребенок Старается знать обо всем И везде сует свой нос. Научитесь не лезть в чужие дела. Научитесь не волноваться Из-за того, что вы не знаете Всего о жизни всех. Слава Богу. Аминь. Третье качество. Качество номер три. Болтливость. Болтливость. Вы спросите, что это такое? Дети много говорят. Дети много говорят. И не осознают ценности тишины. Я называю это знанием языка молчания. Послушайте внимательно. Вообще-то, давайте прочтем несколько строк из Писания, прежде чем продолжить дальше. Десятую главу книги-притчей. Откроем десятую главу книги-притчей. Стих девятнадцатый. Моя цель в этой серии проповедей о духовном взрослении показать вам особенность каждой стадии развития, чтобы вы начали их понимать, замечать в себе и определять сферы, в которых вам нужно вырасти. Вы можете хотя бы сказать, «Ну, вы знаете, я все равно вижу, где мне нужно вырасти. Это area, я думаю, что мне нужно начать работать». Притчи, десятая глава, стих девятнадцатый. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». «Сдерживающий уста свои разумен». В расширенном переводе это звучит так. «Там, где много слов, будет и грех». Это интересно. «Если человек много говорит, ему не избежать греха». То есть во всей этой болтовне обязательно вылезет какой-то грех. Но ограничивающий уста свои мудр. А теперь откройте книгу «Экклесиаста», пятую главу. «Слава Богу, мы работаем над собой. Аминь». «Экклесиаста», пятая глава, второй стих. Второй стих. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот». Так голос глупого познается при множестве слов. То есть, «Я не знал, как ты глуп до тех пор, пока ты не открыл рот». Люди порой и не догадываются, что вы о чем-то знаете до тех пор, пока вы не откроете рот. Они не знают, насколько вы умны или глупы. До тех пор, пока вы не откроете рот и не откроете его слишком широко. Не нужно, чтобы все знали о вас. Кое-что лучше держать при себе. Некоторые из вас слишком много говорят. Вы даете слишком много информации. Мне не нужно столько всего знать. Чем больше вы говорите, тем виднее мне, что внутри вашего сердца. Это то, что здесь говорит Бог. Голос глупого познается при множестве слов. Нам нужно научиться молчать. А ребенок не умеет молчать, поэтому он никогда не замолкает. Вы когда-нибудь ездили с ребенком на заднем сидении? Мы уже приехали? Сколько еще ехать? Когда приедем? Который час? Я проголодался. Мне нужно в туалет. Мы уже приехали? Когда приедем? Я не думал, что это будет так долго. А как реагируете вы? Замолчи, если ты еще скажешь хоть слово, я вырву твой длинный язык и намотаю его на твою шею. О, Господи, прости меня. Дети болтливы, и это естественно. И родителям нужно научиться терпению, потому что они не замолкают. Уже приехали? Уже приехали? А какой день завтра? Завтра какой день? Вторник? Завтра наступит, когда я проснусь или когда я лягу спать? Завтра наступит, когда ты проснешься. Но ведь ты сказал, что завтра уже сегодня. Нет, это потому что сейчас уже час ночи, и ты не замолкаешь с десяти вечера, малыш. А завтра наступит, когда я лягу спать или когда я проснусь? Сейчас уже час ночи, значит, завтра уже наступило. Тогда почему ты говоришь мне, что завтра наступит, когда я проснусь? Я люблю тебя, малыш, но сейчас я, пожалуй, тебя отшлепаю. Дети болтливы. И так же ведут себя духовные дети. Дети зачастую проявляют свою неуверенность и страх нескончаемой болтовней. Вы должны обратить на это внимание. Но еще есть нечто важное, исходя из этих строк Библии. Здесь написано, что где-то посреди всех этих слов обязательно проявляется грех. Задумайтесь об этом. Человек, который никогда не замолкает, обычно виновен в трех грехах. Вы готовы к этому? Они обычно виновны в трех грехах. Первый. Это то, что Библия обычно называет злоречием. и что Библия называет злоречие. Злоречие. Что такое злоречие? Злоречие — это когда вы начинаете обсуждать недостатки и ошибки других людей в их отсутствии. Это злоречие. Мы должны постоянно беречь себя от этого греха. Злоречие — обсуждение недостатков и ошибок людей в их отсутствии. Злоречие. Если вы вовремя не замолчите, то обязательно скажете что-то о чьих-то недостатках в отсутствии этого человека. Я хотел уделить этому особое внимание, потому что злоречие приводит ко многим серьезным проблемам. А мы не обращаем на это никакого внимания, полагая, что в этом нет ничего страшного. Но я понимаю серьезность этого. Настолько понимаю, что в молитвах каюсь в этом. Не было ни разу до сего дня, чтобы Дух Божий не напоминал мне об этом. «Помнишь, что ты сказал об этом человеке?» «Да, Господи, прости меня». Но некоторые люди не обращают на это внимания. Это их совсем не беспокоит, а должно. Это злоречие. Мне все равно, как вы это сказали. Все равно. потому что вы обсуждали недостатки и ошибки людей в их отсутствии. И не только взрослые так поступают. Подростки делают то же самое. Вы сидите и обсуждаете с Алик, и как она выглядит, и как глупо на ней выглядела та юбка, и так далее. А возможно, у ее семьи нет денег, чтобы одеть ее лучше. Это сфера, в которой мы все должны работать над собой, включая проповедников. Я слышал столько сплетен от других проповедников. Я скажу больше. Многие сплетни и начинаются с разговоров служителей церкви. Я хочу, чтобы все мы понимали серьезность этой проблемы. Я хочу, чтобы мы приняли решение избавиться от злоречия и в конце концов вырасти и стать взрослыми и благочестивыми людьми, потому что этот недостаток указывает на то, что вы все еще духовные дети. Злоречие приводит к серьезным проблемам. Или еще одно так называемое тщеславие. Библия называет это тщеславием. Что такое тщеславие? Это когда вы говорите только о себе. Что я совершил и что я собираюсь совершить? Где я был? Слова только о себе. Для некоторых людей это представляет большую проблему. Из-за их неуверенности в себе им кажется, что они должны всегда говорить о себе. И даже наши служения прославления это больше не служения, где мы своими песнями служим Богу. Звучат песни о нас. «Посмотри, как мне тяжело! Посмотри, как жизнь жестока ко мне!» Библия четко говорит, что мы должны делать, когда стоим перед Богом. Нужно это исправить. Даже в своих песнях мы должны петь о Нем, прославляя Его, вместо того, чтобы прославлять свои проблемы. Это не свидетельство. Я не хочу слышать об этом. И я решил исправить это. Я спросил себя, что меня стало раздражать в тех песнях, которые мне когда-то нравились? Это были свидетельства о том, как Бог избавил людей от проблем. И это хорошо, потому что свидетельства нужны. Но после их свидетельства о том, что Бог искупил их, вся остальная часть песни посвящена им самим. Минуточку, давайте будем говорить о благодати Божьей. Поговорим о том, как Он искупил вас. И теперь я слежу за тем, что слушать, потому что теперь я чувствую, как Божье присутствие. Когда вы прославляете Иисуса, прославляете Бога, воздаете Ему хвалу и честь, всегда сходит Божье помазание. Но если петь песни сожаления, типа, «Ты не знаешь, где была я прошлой ночью, но муж избил меня, чтобы добиться от меня всей правды. Мне было так стыдно и противно, в ад дорога мне, но я знаю точно, все будет в порядке со мной». Не хочу больше такое слушать. Не хочу этого слышать. «Я рад за тебя, понимаю, через что ты прошла, из чего вышла. Но я хочу слышать о том, кто есть Бог, что Он совершил, что Он собирается совершить, а какова моя роль в этом? Вы понимаете? Мы должны это понимать. Да и почему разговор должен быть только о вас? Почему всегда должно быть «О, у меня опять проблемы» или «О, у меня опять беда». Некоторые люди страдают от заслуженных проблем. Почему? Потому что все их поступки вели их к этим бедам. Они заслужили то, от чего страдают. Но важнее то, что вы вышли из своих проблем. Аллилуйя! И нужно сделать то, что вас благословит. А что вас благословит? Все и не благословит вас. Я не говорю о деньгах. Я говорю о том, что вам нужно найти человека, который попал в ситуацию, подобную вашей, и помочь ему. И тогда помощь придет вам, придет благословение. Перестаньте твердить, «У меня проблема, помогите». Попробуйте, «У меня есть проблема, но я знаю решение». Научитесь быть человеком с полным кувшином в руках, вместо того, чтобы быть человеком с пустым стаканом в руке. Поменяйте свой пустой стакан на кувшин, из которого вы можете излить благословение в жизнь других людей. Потому что, если вы научитесь быть человеком с кувшином в руках, вам больше никогда не придется ходить с пустым стаканом. Но у вас это не получится, если ваше внимание сосредоточено только на себе, любимом. Вы просто не понимаете, через что я сейчас прохожу. Вы не понимаете, из каких трудностей мне только что удалось выйти. Словно вы единственные, у кого есть такие проблемы. Но вы не понимаете, меня только что выпустили из тюрьмы. Даже не начинай этого разговора со мной. Словно ты единственный человек, который только что вышел из тюрьмы. В моей жизни апостол Павел руководствовался законом любви. И каждый из нас должен к этому стремиться. Я должен стремиться к тому, чтобы Божий закон руководил моей жизнью. Чтобы мы не говорили с высокомерием, мне наплевать, что ты обо мне говоришь. Но я покажу вам позже, что это из первого послания к Оримфянам. В 13 главе говорится о том, что мы не должны помнить то зло, которое люди нам сделали. Да, люди совершают зло, но зрелые христиане не злопамятны. Незрелые христиане обижаются или надуваются, когда их критикуют. Если их критикуют, или даже если они считают, что их критикуют, они теряют покой, наполняются самоосожалением. Они просто не понимают моих проблем. Как они смеют даже напоминать мне об этом? А потом вы начинаете зацикливаться на этом, вместо того, чтобы выбросить это из головы. Это признак незрелости, если человек не в состоянии переносить критику. Меня критика окружает постоянно. Я сказал всем своим сотрудникам, что не хочу этого слышать. Не нужно рассказывать мне о том, что кто-то что-то обо мне сказал. Меня это не интересует. Пастор, вы знаете, что они вас вчера сказали. Я не хочу этого слышать. Зачем вы мне это рассказываете? Я это уже знаю. Но есть уровень зрелости, когда вы сможете сказать «Я не буду на это реагировать, потому что я выполняю поставленную Богом задачу». Если вы пойдете на поводу эмоций и начнете реагировать на услышанное, то очень скоро вы отойдете от того, что вам поручил Бог. И вместо того, чтобы делать что-то угодное Богу, вы начнете делать все, чтобы угодить вашим критикам. Я не буду стремиться угождать своим критикам. Один корреспондент брал у меня интервью и спросил «Вы верите в преуспевание?» Я ответил «Да, верю». «Вы верите, что Бог желает, чтобы вы были богаты?» Я сказал «Абсолютно уверен в этом». И ни капли не сомневаюсь, что это так иначе быть не может. Через какое-то время вас начнут уважать хотя бы за то, что у вас есть твердые убеждения. Если у вас нет твердых убеждений, вы пойдете на все. Не нужно стремиться быть политкорректным и стараться угодить всем. это невозможно. Невозможно. Когда я только стал служителем, я думал, что это возможно. Возможно быть пастором, который нравится всем. Это невозможно. Это может свести с ума. И если невозможно угодить всем, тогда лучше угождать Богу. Но с другой стороны, если этого незрелого христианина замечают и ценят, он поднимается в собственных глазах, начинает осознавать собственную значимость, но при этом не знает, как со всем этим быть. Подходишь к такому и говоришь, то, что ты говорил сегодня утром, было просто великолепно. Вы сказали это, чтобы сделать человеку приятное. Но ведь это не было так уж замечательно. Кто-то же должен говорить истину в любви. Это было ужасно. Это и есть сфера духовной незрелости. Нужно правильно относиться к комплиментам. Правильно относиться к комплиментам. Не принимайте их слишком близко к сердцу. Кто-то сказал вам, хорошо выглядишь, и когда ты приходишь домой, я действительно прекрасно выгляжу. Держите себя в руках. Не впадайте в крайности, а то у вас может появиться мания величия. Все потому, что, будучи незрелым христианином, вы не умеете правильно воспринимать комплименты. Я для себя решил вот что. Я выслушиваю комплименты, благодарю человека, а потом забываю о них. У меня нет времени на размышления о комплиментах. Иногда нельзя определить, был ли это комплимент, или это была лесть. В любом случае, на это не стоит тратить время. Хорошие бизнесмены, общаясь с вами, говорят вам о том, какие вы замечательные, о том, что среди них знакомых нет, таких как вы. Вернитесь на землю, это неправда. Вы должны научиться слушать, благодарить и немедленно забывать эти слова. Потому что, если вы задержите это слово в голове слишком долго, ваша голова начнет опухать. Из-за того, что это будет в вашей голове слишком долго, вас раздует от собственного величия. это тоже проявление незрелости. Мы всегда должны смиренно благодарить Господа за все лучшее, что происходит в нашей жизни, и двигаться вперед, исполняя Божье предназначение. Нельзя допустить, чтобы вы сошли с верного пути из-за комплимента, с которым вы не смогли справиться, из-за которого вас потянуло туда, где Бог не хотел бы вас видеть. Итак, младенцы во кресте уделяют большое внимание мнению людей о себе. Они постоянно стараются определить, что другие люди думают о них. Укладываются в постель, размышляя о том, что другие думают о них. Зрелые христиане не засыпают, размышляя, что люди думают о них. Они ложатся спать и просто засыпают. Они ложатся в кровать и засыпают. Незрелые христиане подвержены влиянию. Они по-детски стремятся быть популярными. Выбирая одежду, они размышляют, кому она понравится, а кому нет. Если вы состоите в браке, вас должно заботить только то, что понравится вашему мужу или вашей жене, и все. Однажды кто-то из моих детей зашел в комнату ко мне, посмотрел на меня и сказал, «Пап, у тебя позорный костюм! Я тебе покажу позорный! Никто тебя не спрашивает! Я не для тебя его наделал!» Или, «Мам, откуда у тебя это? Это моя жена! Это моя жена, понимаешь? Ты здесь, потому что она выносила тебя. Понимаешь, о чем я тебе говорю? Она родила тебя, а я за это заплатил, чтобы ты была у нас. И меня не волнует, что ты считаешь что-то позорным. Они иногда цепляются ко мне. У меня есть кроссовки, которые давно уже сняты с производства. Их больше не производят. Иногда моя жена и не может сдержаться. Послушай, дорогой, я должна заботиться о тебе. Я все понимаю, но, пожалуйста, сними их. А я, в них удобно, я не сниму их. Если ты будешь ко мне придираться из-за этих кроссовок, тогда мне придется носить их не в этом доме и не с тобой. Я отвозил свою дочь и врубил на полную громкость христианскую музыку в стиле «Гаспол». Пап, ты можешь сделать потише? Ты что, Господа, стыдишься? Нет. Тогда не переживай, все равно ты сейчас выходишь. Как только вы поймете, что значит пребывать в Божьей любви, когда вы вырастите и станете зрелыми христианами, вы обретете невероятную свободу. Аллилуйя. Божья любовь освобождает. Вы перестаете быть рабами. Вы освободитесь от необходимости впечатлять людей, потому что вы знаете, что Бог любит вас, а вы любите Его. Вы знаете, что Бог на вашей стороне и не имеет значения, кто против вас, потому что Бог любит вас, и вы это знаете. Если вы не берете трубку, чтобы поговорить со мной, я поговорю с Иисусом, у меня с Ним открытая линия. Аминь. Я беседовал со своей старшей дочерью о важности самооценки. Я говорил ей о том, что нельзя позволять, чтобы мнение других людей о ней определяло ее самооценку. Она спросила меня, а как тебе это удавалось? Я ответил, я ходил в рестораны и обедал в одиночестве. За столиком на двоих? Нет, для одного. А это были дорогие рестораны. Я хорошенько устраивался. Даже Библию с собой брал. Свою Библию. И мне все равно, что они на меня уставились, потому что я пришел в ресторан с Библией. Они смотрят на меня, посмотрите, с Библией пришел. Их бесы так и корчат. Вы обретаете такую свободу? Такую свободу? В молодости я считал, что только ненормальные ходят в кино в одиночку. Значит, с тобой что-то не так. Никто тебя не любит, все тебя ненавидят, поэтому ты в одиночестве. Однажды я понял, что с этим чувством нужно бороться. И стал ходить в кино один. Покупал попкорн, ММДемс, иногда перемешал их вместе. Представляете? Устраивался поудобнее и наслаждался жизнью. Самооценка. Когда вы глухи к словам критики или похвалы. Когда для счастья вам достаточно знать, что у вас есть Бог. Когда вам не нужен другой человек для того, чтобы ощущать себя полноценной личностью. когда вы знаете, что для счастья вам совсем не обязательно иметь рядом с собой другого человека. Если ты уйдешь, ты унесешь с собой часть меня. Не уходи. Это неправда. У вас серьезные проблемы, если вы верите этой песне. Если кто-то от вас уходит, он не уносит с собой часть вас. Не верьте этой лжи. Не верьте этой лжи. Зрелый верующий — это человек, для которого неважно мнение людей о нем. Его внимание обращено к Богу. Для зрелого верующего значение имеет то, что Божье Слово говорит о нем, и что Божье Слово говорит ему. Он духовно зрелый человек. Он свободен в выражении своих убеждений. Он соответствует описанию, которое мы видим в расширенном переводе первого послания Коринфянам. Давайте откроем 13 главу. Вот таким должен быть зрелый христианин. Первая Коринфянам, 13 глава. Пятый стих. Я буду читать из расширенного перевода Библии. Здесь речь идет о зрелом христианине, о том, что значит быть взрослым. Невысокомерна. Божья любовь невысокомерна, ненадменно и негорда, негруба, не ведет себя непристойно. Любовь, Божья любовь в нас не настаивает на своих личных правах и не ищет своего. в ней нет эгоизма. Она не раздражается, не обижается, не помнит зла, она не обращает внимания на нанесенные ей обиды. Когда мы говорим о духовной зрелости, о духовной зрелости в сфере Божьей любви, мы должны понимать, что достижение духовной зрелости в этой сфере это когда вы больше не обращаете внимания на нанесенные вам обиды. Что же, ничего страшного. Он обругал меня, но ничего. У него, наверное, плохое настроение, но все равно, слава Богу, аллилуйя. Или они отказались с вами говорить, ну и что? Вам нужно научиться продолжать жить дальше и любить людей вне зависимости от того, как они к вам относятся, потому что ваш главнокомандующий повелел вам любить. Для того, чтобы определить, являетесь ли вы духовно зрелым христианином, вы должны определить, есть ли в вас Божья любовь. Можете ли вы любить того, кого не любит никто? Можете ли вы любить того, кто не любит вас? Можете ли вы любить того, кто критикует вас? Вы это можете. Когда вы можете простить человеку долг в полтора миллиона долларов, как я это сделал, три раза, в вас есть Божья любовь. Это не значит, что я стремлюсь получить новый удар от тех же людей. Если вас укусил бульдог, вы не вернетесь к нему. Я люблю тебя, песик. Ты не хотел бы укусить меня еще разок? Необходимо внести коррективы в ваши взаимоотношения, чтобы вы могли сохранить любовь к этому человеку, но при этом понимать, что этот человек утратил доступ в ваше Святое Святых. Взаимоотношения с людьми имеют три уровня. Существует взаимоотношение внешнего двора, внутреннего двора и отношение Святого Святых. И бывают моменты, когда человек попадает к вам во Святое Святых, но вы понимаете, что его нельзя допускать так близко. Переместите его во Святое место. Если он там себя плохо проявит, переместите его во внешний двор. Если оттуда он вас достает, переместите его в другую страну. Но вы должны принять твердое решение любить этого человека Божьей любовью, где бы он ни находился. Потому что так должны поступать зрелые люди. Понятно? Итак, теперь перейдем к третьему и последнему пункту. И я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на него. Третье качество духовно зрелого человека — это способность видеть проявление Божьей работы в вашей жизни. Способность понять, когда в вашей жизни происходит что-то не совсем вам понятное, и вы задаете себе вопрос, что это значит и почему это происходит со мной? Откуда это и почему все не так, как я хотел? Зрелый христианин способен распознать проявление Божьего действия. В Библии нет лучшего примера, демонстрирующего это качество, чем пример Иосифа. Это одно из качеств, которое наиболее ярко проявляется в жизни Иосифа. Сначала Иосиф рассказывает о своем сне. Он говорит, что ему приснилось, как его братья склонились пред ним, и что они встали пред ним на колени. Они послушали его и подумали, «Сумасшедший, мы никогда не преклонимся пред тобой». Они завидовали Иосифу с самого начала. Он был любимчиком отца. И вот результат. Они продали его в рабство. Задумайтесь, как люди обходились с Иосифом, и какова была его реакция. Его продали в рабство. Его братья продали его в рабство. В результате того, что его продали в рабство, он стал рабом в доме Патифара. Задумайтесь о том, как с ним обходятся. Он находится в доме Патифара. Все идет вроде нормально, но жена Патифара пытается соблазнить его, и потом ложно обвиняет его. И вот он в тюрьме. И находясь в тюрьме, он разговаривает с виночерпием и хлебодаром. Одному из них удается выбраться из тюрьмы, и именно тому, которого Иосиф попросил рассказать о себе фараону. Но тот не исполнил обещания, забыл о нем. Просто представьте, сколько у него было оснований для того, чтобы затаить обиду. Он мог бы обозлиться на всех. Но однажды фараон призывает его, чтобы он истолковал его сон. Он приходит и дает толкование этого сна. И в следующий момент фараон надевает ему на палец свой перстень и делает его премьер-министром всего Египта. Почему Бог, мудрый, мудрый Господь, допустил это? Потому что Бог знал, что Его избранный народ ждет засуха. В тот регион шла большая засуха, которая стала причиной голода. Но Бог действовал через одного из своих людей, чтобы предотвратить катастрофу. Не забывайте, что сатана делает все, чтобы стереть их с лица земли. Отец Иосифа отправляет своих сыновей вместе со своим самым младшим сыном. Как его звали? Вениамин. Он отправил Вениамина в Египет вместе с другими своими сыновьями. И Иосиф раскрывается перед ними. «Я ваш брат, Иосиф». И в этот момент они пали пред ним ниц. Они склонились пред ним. Это то, что он видел во сне. Это его видение. И знаете, почему они пали ниц? Из-за чувства вины и стыда пред человеком, который держал в своих руках их жизни. Теперь это был не пустой сон. Это было нечто от Бога. Откройте Бытие 45 главу и посмотрите, что там написано об этой ситуации. Бытие 45 глава, 5 стих. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». 7 стих. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». «Когда вы умеете видеть Божью руку в происходящем с вами, вы можете радоваться в любых обстоятельствах. Когда вы смотрите на свою жизнь, понимая, что по жизни вас ведет Бог, но есть некоторые люди, которые, если что-то идет не так, как они планировали, начинают видеть в этом дьявола». Да. Духовная зрелость позволяет человеку видеть Божью работу в происходящем. Аллилуйя. В моей жизни были трудности, причину которых я не понимал, но когда я их преодолевал, я видел, что посреди этих трудностей со мной рядом был Бог, помогая мне. Я увидел, что если бы не эти трудные обстоятельства, я бы не обрел зрелости в некоторых сферах своей жизни. Через эти обстоятельства Бог осуществлял свою работу. Бог делал свое дело. Бывало, Господь не позволял мне что-то сделать. Происходили различные события в моей жизни, в моем служении, но я всегда знал, что через все это действует Бог, из всего этого выйдет что-то значительное. Вам нужно стать чувствительнее. Спрашивайте у Бога, «Господи, что Ты сейчас делаешь в моей жизни?» Вы знаете, какие слова были сказаны Павлу, когда он получил призвание от Бога? Подготовь себя к большим страданиям. «Тебе придется немало пострадать ради меня и ради Царства Божьего». Кто примет такое призвание? По какой причине мы считаем абсолютно неприемлемым, чтобы христианин в наше время сталкивался с трудностями? Но поймите, что иногда величие молитвы можно испытать только пройдя через пустыню. Божья совершенная воля для вас — слушать Божье Слово, которое мы сегодня разбираем, и исполнять его. Но поймите, друзья, какая вера без испытаний? Вы можете расти в вере, но вы не сможете оценить ее силу, не пройдя испытаний. Вы не сможете проявить свою веру, если не будет подходящих обстоятельств. Вам не удастся развить бицепс, если не будет прежде всего веса, который бы создал нагрузку для развития этой мышцы. Вам нужно развивать свою веру. Разве можно лишь только слушать Божье Слово, но ни разу не получить возможности воспользоваться обретенной верой. Конечно, вас обижали. Конечно, вам было трудно. Конечно, у вас не все получалось. Что это значит? Это значит, вы должны относиться ко всему, что с вами происходит, как к упражнению, развивающему вашу веру. Я возьму все это и буду качать свои мышцы веры. И однажды я настолько окрепну в вере, что Бог сможет действовать через меня, потому что я смог стать сильным, и теперь Бог может использовать меня. Когда-то я был слаб, но сейчас окреп. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Профессор не будет вас учить целый семестр просто так. В конце семестра вы обязательно будете сдавать экзамен. И во всех испытаниях, любых трудностях и искушениях Он обязательно даст вам выход, чтобы вы могли все это перенести. Конечно, я бы хотел, чтобы все это было так, как я нарисовал на листе бумаги, без каких-либо проблем. Но жизнь не так устроена. Брак не так устроен, и жизнь не так устроена. И все женатые и замужние сказали «Аминь». Хорошая семья сама собой не получается, над этим нужно трудиться. Вы заплатите за то, чтобы у вас был успешный брак. И если вы видите счастливую супружескую пару, не обманывайтесь, это дорого им обошлось. Люди не видят того, что есть на самом деле. Они видят результат. Они хотят быть похожими на результат. Кто-то может смотреть на меня и восхищаться мной. Но ведь вы не знаете, через что мне пришлось пройти, чтобы стать собой. Заметьте, я не говорю, что Бог использует дьявола, чтобы сделать вас лучше. Бог спрашивает «Вы верите в мои слова?» Он сказал Аврааму «Ты будешь отцом многих народов и станешь великим человеком». Понял? Понял. Теперь приведи ко мне своего сына, отведи его туда, куда я тебе скажу, и принеси его в жертву. И что сказал Авраам? А он ответил «Да». Почему? Потому что у меня есть вера, необходимая для этого экзамена. Мне не нужна вера посреди экзамена. Вера мне нужна до экзамена. Я столько молился, столько читал Божье Слово, размышлял над Ним, исповедовал Его, и все это для этого экзамена. Потому что по другую сторону от испытания меня ожидает победа. Победа ждет вас по ту сторону испытания. Зрелые христиане понимают это. А для незрелого, любое испытание кажется происками дьявола. Это дьявол. Тебе дали 30 дней на погашение задолженности, но у тебя нет денег. Дьявол здесь ни при чем. Это результат неправильного распоряжения финансами. Иногда дьявола винят в том, за что должны благодарить Бога. Причина в том, что так нам легче. Так не нужно принимать на себя ответственность за свои неправильные решения. Недостаток общения с Богом через Его Слово. Я скажу более. Дьявол иногда удивляется, когда вы его в чем-то вините. Разве это был я?